Мне 23 года. В ситуации насилия я нахожусь достаточно давно. Сначала агрессором был мой отец, потом брат. Брат жестоко меня избивал, когда я проживала с ним и с матерью. Он, бывало, хватал ножи. И когда я предпринимала попытки вызвать милицию, обратиться за помощью или закричать, то он натаскивал меня, получается, за волосы в комнату, мог отобрать мобильный телефон и уйти из квартиры, закрыв дверь. Иногда я сама себя закрывала рот, чтобы не кричать, чтобы не слышали соседи. Но мама целиком и полностью была на его стороне. Она говорила и продолжает говорить сейчас, что я его провоцирую на скандалы и что я преувеличиваю. Поэтому он как бы негативно ко мне относится. Я сбежала из дома к старшей сестре сначала. Но там я тоже попала в не лучшую ситуацию. Там проживал ее муж, он еще сейчас проживает в ее квартире. Вот, он тоже агрессор. Он пьет и в таком состоянии, когда напивается. Ко мне проявлял агрессию, тоже кричал, обвинял в краже каких-то его документов, мобильного телефона. Не давал ночами спать. Заставлял сидеть с ним в комнате. То есть не выпускал из комнаты. Задавал вопросы интимного характера. Вот, и я приняла решение уйти. Здесь я прожила, не помню сколько, но несколько месяцев точно. И продолжаю получать помощь. Отсюда вот по сегодняшний день работаю индивидуально с психологом. И хожу на психотерапевтическую группу сюда. На квартиру мне разрешила временно пожить еще одна сестра, которая у меня есть. Она уехала в другой город, и она разрешила мне пока временно пожить. Отец, он ко мне относился как бы хорошо, но он тоже пил и не работал, продавал детские вещи. На фоне этого у них возникали с мамой жуткие скандалы, плюс долги за квартиру. Я в стоматологической поликлинике, а закончила медицинский колледж. Ну, я учусь на психолога, да, на третьем курсе. Еще поступила в этом году в Е-клаб на концентрацию современного искусства и театра. И когда я ходила, вот, училась еще в колледже, и, ну, синяки были, у меня спрашивали. И даже говорили о своих догадках. Кто-то говорил, мне кажется, что тебя избивают. И я отрицала. Ну, мне было очень стыдно. Я хочу себе, ну, любящего мужа, с которым я буду чувствовать себя безопасно, который примет мою историю. Есть очень серьезные последствия пережитого насилия. Это психическое расстройство. Я режу свое тело. Диагноз, ну, есть психический. Это пограниченное расстройство личности. Вот, поэтому я хочу, конечно, семью. Ну, чтобы, ну, мужчина, партнер принял мою историю, мое тело изрезанное, с которым я буду чувствовать себя в безопасности рядом. Ну, хочу двое детей. Ну, и, конечно, самореализоваться до конца и реализовать себя в карьере. Дистанцироваться максимально от семьи. Ну, то есть при благоприятных обстоятельствах, возможно, конечно, излечение, но требуется желание и огромная работа, длительная.